Когда что-то происходит, то отсутствие этого в законодательстве автоматически делает преступниками фактически людей, которые с оружием в руках пытаются защищать свою страну. Ситуация сейчас выглядит именно таким образом, что не дай бог что-то случится, то никто из нас даже не может взять в руки это оружие, независимо от того, что происходит вокруг. Вот такой закон на сегодняшний день. Да, я немного детализую, что происходит. В разе выложения, что мы останавливаем последний государь, цивильная оружие, которая находится в руках граждан, вы в чайной яйцах. И граждане остаются независимыми. Генеально. При нашей последней армии, ну, коментовать, я думаю, не добре. То есть, государство остается без запаса. Моя пропозиция, моя пропозиция, чтобы остаться в каком-то четвертом принципах засадок, действительно создать основу, хотя в формате, в котором вы предложили, переход к статусу к цивільному оружию в разе надзвичайного стану, статусу властей, приватной службы оружия по статусу оздроєнного облачения. Что, что я не считаю, я не считаю, я не считаю, я не считаю. Давайте просто зробим вот так, как и за протоколом. Давайте поставим это вопрос на голосование. Позвольте, пожалуйста, так, чтобы оно было давным максимально витоком. Чи залишаем мы пункт четвертий террористских засад нашого новогоднего закона в незмінном вилеті, закладающий основи створения в майбутнему ополчения, народного ополчения? На базе збасників цивільного зброя. Мы будемо вказувати, что появляется изменный статус? Чи не будемо виталізоваться? Мы, наверное, скажем это, но это не их дети. Это не то, это не то. Давайте голосувати. Давайте голосувати. Я знаю. Это ладно, значит, я не знаю. Подгостанем. Отважаемся. Так, цей хубавлый. Так, а я еще раз вопрос, можно? Блазгаска. Вот у меня вопрос по пятому пункту, что касается приватной властности. Я просто предполагаю, что вопрос будет дискуссионным в процессе, так сказать. То есть может ли оружие применяться для защиты частной собственности или только для жизни и здоровья? Это же очень большая разница на самом деле. То есть что у нас по... Ну какой опыт соседних стран, скажем так? Всюду, опять же, называемый, это расходно слово, развиненные державы. Но у всех развиненные державы есть принципы приватной властности и недоторгушения. Не только в жизни, я говорю, что социальная ценность, как у нас декоровано. А другие принципы приватной властности не дотовывают. Но у нас нет законов. У нас он выяснил конституцию, что она есть. Но закону прокуратной властности, закону закону выяснил. Я цивильный кодекс, который выясняю. Я сейчас поэтому, ну, я как бы, я правовую ситуацию себе примерно представляю. Я поэтому обращаю на это внимание, что это будут сильные дискуссионные вопросы. Потому что у нас нет законодательной базы, на которую мы сейчас, ну, как бы, должны опереться поедине. Ну, вопрос абсолютно правильный. Почему? В своей жизни не имею право защитить, а ту собственность частную, которая своим трудом нажил не имеет. Глупо звучит. Не было бы? Можно было бы, да. Да. Я хотел бы, вот смотрите, сразу по двум пунктам. Я начну, Александр, с вашего комментария, я все равно абсолютно согласен. Вот мы говорим о пяти основных принципах, которые мы рассматриваем как базовый, с точки зрения формирования философии, аналогии, законов. Так вот я согласен с вами в чем? Что мы здесь пытаемся, вот мы повторяем сейчас ситуацию с такими моментами, которые уже проговаривали, которые касались штатно-служебного оружия. В чем заключается суть? Закон про оружие не может рекламентировать иные обстоятельства, которые, допустим, касаются возникновения уголовной или иной ответственности в случае использования оружия или еще что-то. И самое интересное, что дальше мы говорим об этом. Вот в следующем пункте, который у нас как-то там разрастается и так далее. В частности мы говорим, что предпочитать процедуру, внести на с ним, или в правильной западающей документы, на педзаконах актов, что стосует с урпус-бойка, с упрощением с урпус-бойка, с упрощением с урпус-бойка. Следовательно, я думаю, что мы вправе сегодня рассмотреть шестой принцип, пятый принцип, как базовый, но оговорим то, что мы его будем редактировать с учетом пожеланий юриста. Следующий вопрос, четвертый, точно в такой же степени. Вот здесь сказано про змин без кого-то крыла Украины. Но вообще базовый документ, который определяет это, он называется «Стратегия национальной безопасности». Это документ, который в новой такции утвержден в июле 2012 года. И в него, конечно, не вложены такие моменты, которые предполагают и так далее. Поэтому я думаю, что мы внесем редакционную правку, в первую очередь, назвавшую Клюбискову доктрину Украины, на статье национальной безопасности, раз. А во-вторых, я думаю, что мы опять же, вот четвертый, пятый пункт сегодня обозначим как базовую в той редакции, которая есть. Но при этом я предлагаю нам обсудить и показать про то, что некие изменения редакции, чтобы это было более точное и корректно с точки зрения действующих, принципиально действующих документов, как бы, так сказать, определяющих нашу противность законом, стратегию и военную доктрину, мы их учили на наших татарах. То есть я вот принципиально абсолютно согласен. А вот с тем, что какие-то нюансы нам нужно будет еще подтачивать, хотя я считаю, что это первое наше заседание такое полноценное. И признаться, что всю эту шероховатость мы обсуждали вдвоем, обсуждали втроем. Мы сегодня обсуждаем шестерок, но именно для этого мы и собрались, чтобы увидеть какие-то неточности, коллегиарные подсудить. А уже к следующему заседанию вот эту шероховатость уже подшлифовать и быть туалетной. Менше. Я вам хочу сказать, что это, власне, Александр Яковлевич, я хочу вам дать вам вашу инициативу, что мы маем створить и принципи, и засади, после которых, скажем так, затверждение, яких мы не будем до них повертаться. Тут мы внесемо трошки дополнительную поправочку, то, что мы будем периодически до них повертаться, но это будет происходить за каким-то там особенным результатом, если это будет потребовательный вид. Просто, Юрий, я хотел бы заявить, что не может быть на сегодняшний день какой-то констант, який у нас не могу, это все не выдачено, я каким-то там фундаментом. Я целиком с вами согласен полностью. Я ни в коем случае не считаю, что нужно что-то выбить сейчас на металле и больше к нему не возвращаться. Но просто давайте мы тоже будем понимать, что есть редакционные какие-то правки, все-таки есть принципиальные моменты. То есть принципиально мы с четвертым пунктом проголосовали, мы согласились. То, что там редакция, там добавить туда правильное название законодательного акта, ну это такое дело. Ну я цело с этим согласен. По пятому пункту я обратил внимание просто на что? Не на то, что я против пятого пункта, а на то, что нам этот пункт технически будет необычайно тяжело согласовать с действующим законодательством, потому что его нет. То есть в пятый пункт, по идее, сейчас надо было бы точно так же, как в четвертый мы вписываем военную доктрину и стратегию национальной безопасности, точно так же в пятый пункт нужно было бы вписать там закон про правоадную власть. Понимаете? А вписать туда фактически сейчас нечего. Понимаете, о чем я говорю? То есть я просто говорю о технической сейчас проблеме, о том, что мы пятый пункт можем оставить, но нам в него тяжело, что вписать то, что в него нужно вписать. Саша, давайте тогда вещим технически. Милицлав, может быть, давайте тогда пятый пункт мы пока в рамках сегодняшнего заседания оставим без обсуждения, окончательно. Оставим, поскольку, очевидно, мы оставим. То есть идея, я думаю, нам всем понятна. Мы хотим сказать за контакт к институту частной собственности, но при этом прекрасно понимаем, в каком раскладном состоянии это на свету наобводится состояние, только в зрении его нормативного приговора. Давайте еще. Есть пропозиция сделать это таким образом? Мы оставим пункт пятый, единственное, что Буислав пропонует трошки иншую редакцию, буквально, заменить. Мы его оставим и пытаемся максимально его, как мы еще не можем, адаптировать до наших умов. Это сегодняшний день, да. Так, все. Ну, это фактически для чего? Для чего заводится изменение редакции? Это то же самое, как в пункте четвертого, створение первых умов для заводства приватного областя. То есть, друзья, я знаю, что там на шестом пункте какая-то вопрос, есть опозиция 5. В целом, с первого по пятый пункт. Давайте мы проголосуем не окременно за четвертый, окременно за пятый, а в целом, с первого по пятый, чтобы мы оставим это, как заседающие умовы. Мы не залишаем его, просто будем реализовывать с возможностью внесения инвестиционного областя. Абсолютно. Все. Давайте проголосуем. Я за. Затвершим. С первого по пятый. С первого по пятый. Так, пожалуйста, прошу вас. Шостий. Знаете, сколько больше. Начинайте. А, тут мне у вас нет, 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 нет. А я хотел бы выслушать думку всех членов Ради, что до шестого пункта. Оскільки тут закладено досить багато нюансов. Фактически, это те нюансы, механизмы, мастер-херев, так называемые, которые вы хотите увидеть в нашем законе. Да, да, в будущем законе. Может быть, что-то выпущено. Может быть, что-то заявлено. Ци пункты, вы просто работаете в спільноте. То у вас какие-то збори. Ци их бажания бачить и так. А вы не должны, наверное, вызначить себя. У меня одно есть существенное замечание. Обычно в законодательстве всех стран существуют ограничения по территориальности, по тому, где можно носить оружие, где нельзя носить оружие. Ну, не по случаю, а по территории. То есть, на общественных мероприятиях. Я думаю, что на какой-то пункте мы его все равно не обойдем. То есть, он все равно появится, и вы, говорят, нужно было написать. Это великая проблема. Да, я понимаю, да. Но я просто говорю о том, что он все равно появится. Так или иначе, он или у нас появится, или в правках депутатов появится, все равно появится. Я хочу для представителей засадов массовой информации пояснить, что мать я на увазе. Берем досвид в Соединенных Штатах, и учними расстрелями, которые постоянно поведомляются. Они все происходят в так называемых «gun-free зонах», в зонах свободных от военно-пальности оружия. То есть, гражданам не имеют права проживаться с военно-пальности оружия. И эти ган-free зоны, в основном, являются приманкой для психически невозможных людей, ну и для потенциальных террористов. Поэтому, когда они создались, как место, возможно, надзвичайно безопасного проживания людей, они все в таком формате уже сжили. Я согласен абсолютно с вашей точки зрения, что сегодня фактически эти ган-free зоны выполняют ровно обратную функцию, ту, на которую они были изначально. Но еще раз, смотрите, я просто точно знаю, что этот пункт появится. Лучше его мы напишем сами, чем нам его напишут люди, которые не разбираются в вопросе. Потому что обычная идея у людей какая-то, что давайте мы сейчас запретим, например, ношение оружия в школах и детских садах. Ну, это же обычная, понятная, как бы всем идея. И простая, казалось бы. Но она работает ровно в обратную сторону, чем она должна работать. То есть, это приводит к чему? К тому, что в Соединенных Штатах все вот эти расстрелы детей, людей и так далее, они все происходят в школах. Почему? Потому что психически неверновешенный человек, будучи уверен, что он там не встретит никакого отпора, идет именно туда, где законом точно он знает, что там ему никто не ответит. Он же не идет там стрелять в полицейский участок. Да, потому что последний расстрел на военной базе. Даже на ганской зоне. То есть, офицеры, приходя на базу, сдавали личное оружие на такой снике, при базе без оружия. Ну, то есть, фактически, сегодня ситуация, ну, то, что пытались сделать, как для защиты граждан, но сегодня работает в обратную сторону. И это в Штатах уже тоже признатый факт. Ну, я просто говорю о том, что нам этот пункт нужно поместить, да? Может быть, мы туда напишем, что он не допускается. Или там, ну, порядок какой-то, понимаете, но все равно это пункт пояснил. Слушаю, закласти основы для выражения. Есть два момента. Я хочу сказать, что у всех Штатах есть такие лянки. Я хочу вам сказать, что есть случаи, когда у зброи, кроткоствольные, наездной зброи внутрь приходят слушать выступ, призываются на площади, и Служба безопасности не может заборонить им быть с зброей, потому что закон Штату позволяет таким чиновникам быть. Это однозначно. Далее. И тогда надо враховывать, что есть еще такие понятия, как приватная властность, и властник того или иного захода, где сможет самосибно вылечить, или хочет, или не хочет. Поэтому пункт надо добавить. Чтобы его писать, это мы уже потом обсуждали. Как мы его сформулируем? Давайте сразу, так приблизительно зафиксируем. Ну, давайте напишем, что засады, там, еще до вызначения, там, грантфризов. Ну, как так, помехи. Может, прямо сейчас, может, киристи сформулируют лучше, чем я, потому что, ну... Ну, мне кажется, здесь именно точно должны быть именно про засады, стимулирование таких зон. Это будет темно, если грантфризов. Ну, пока, там, как-то, что-то, да. Зону вильнюю. Зону вильнюю. Ну, так, а как-то, я... Зону не забавно. Так. Ну, я, який момент, как вы знаете, я вам сутевый? Сутевый. Я думаю, просто, может быть, вы вопросу, это... До речи, самая... Чи это иначе, максимально в нас? В то время ваших механизм не часов в результате не отдал. Нет, это иначе. А, это иначе. Володиня отдал. Нет, это иначе. Продолжение следует...